Всем привет. В этом видео я расскажу о том, как определить песню или узнать название музыкальной композиции по звуку или отрывку мелодии. Многие сталкивались с ситуацией, когда по радио или в видео на YouTube вы слышали классную песню, но не знали, кто ее поет или как называется композиция. Но сегодня уже существуют многочисленные инструменты или приложения, которые предназначены для распознавания музыки в онлайн или с микрофона, для Windows, Android или iOS. Сделаем краткий обзор основных возможностей таких инструментов, протестируем программы, а также укажем на их преимущества или недостатки. Поехали! Друзья, хочу познакомить вас с каналом видеоуроки по программированию, на котором представлены обучающие видеоролики на тему разработки собственных программ, сайтов и чат-ботов. Они помогут вам научиться самой востребованной профессии в наше время. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий видеоурок. Начнем с онлайн-сервисов для распознавания музыки с ПК. Для этих целей в интернете почему-то существует не так много сервисов. Причем не все те, которые получалось найти в интернете, работают. У меня получилось оценить audiotag.info. Ссылка на сервис будет в описании. Инструмент имеет английский и русский интерфейсы. Распознавание музыки возможно, загрузив файл с компьютера или по ссылке. Чтобы распознать музыкальный файл с компьютера, нажмите кнопку «Выберите файл». Выберите его. И нажмите кнопку «Upload». Введите код проверки безопасности. И получите результат. Распознавать музыку по URL инструмент упрямо отказывается. Не знаю почему. Пробуйте. Возможно, это временно и со временем будет исправлено. Для этого скопируйте ссылку на композицию в интернете и вставьте ее в специальное поле. После чего нажмите «Дальше». Для Google Chrome доступно расширение для распознавания музыки онлайн с названием «Aha Music». Ссылку на официальную страницу оставлю в описании. Инструмент также доступен в магазине расширений Chrome. Чтобы распознать музыку, установите расширение. И оно появится в виде голубой иконки в панели расширений. После этого перейдите на страницу с музыкой и запустите композицию, которую необходимо распознать. Причем не важно, музыка это или видео, как YouTube. Теперь нажимаем на иконку расширения. Композиция распознана. Обратите внимание, расширение распознает именно играющую композицию, а не любую присутствующую на странице. Если вам нужно распознать композицию, файл, который расположен у вас на компьютере, то с помощью данного расширения это также можно сделать. Для этого откройте Google Chrome. И перетащите в него, удерживая мыши и музыкальный файл, который необходимо идентифицировать. В результате запустится его воспроизведение браузером. Во время его воспроизведения браузером нажмите иконку расширения. И оно распознает эту композицию. Как видим, идентифицировать музыку на компьютере можно, хотя и не всегда удобно. Но сегодня ведь почти все уже используют смартфоны на Android или iOS, в которых есть собственные инструменты для данной цели. Итак, если вы пользователь Android устройства, то должны знать, что в Android есть встроенный виджет Google Sound Search. Просто посмотрите, есть ли он в списке виджетов. И если есть, добавьте на рабочий стол Android. В последних версиях Android данное приложение, как правило, уже присутствует. Если виджет Google Sound Search отсутствует, вы можете загрузить утилиту Sound Search for Google Play из Play Market. Ссылку на нее я оставлю в описании. Установить ее и добавить появившийся виджет Sound Search. Чтобы распознать нужный музыкальный трек, запустите приложение кликнул по виджету. И воспроизведите музыку. Как только Google Sound Search распознает композицию, он сразу же откроет информацию о ней в Google. Как понимаете, для работы приложения обязателен интернет. Помимо встроенной функции от Google, существуют и сторонние приложения для того, чтобы узнать, что за песня играет. Самое известное и популярное – это Shazam. Ссылку на него в Play Market я оставлю в описании. Чтобы распознать музыку с его помощью, запустите приложение. После этого включите трек, который необходимо распознать. И кликните на значке Shazam. Как только он будет идентифицирован, программа покажет его название и исполнителя. А также видеоролик клипа, если такой есть. И ссылки на другие песни исполнителя. Приложение сохраняет все когда-либо распознанные треки. Второе по популярности приложение такого рода – SoundHound. Ссылка на него в Play Market также будет в описании. В принципе, его работы похож на Shazam, если говорить о функции распознавания. Запускаем трек и кликаем на значке SoundHound. Но кроме этого, с помощью данного приложения можно прослушать топы популярных песен, которые разделены по регионам и жанрам. Добавить их в списки воспроизведения Google Play Music, а также ознакомиться с их текстами. Если говорить об iPhone или iPad, то Shazam и SoundHound также доступны бесплатно и в Apple App Store и позволяют легко определить музыку. Также можно просто спросить у голосового помощника iOS Siri, что за песня играет. И она с большой вероятностью определит ее при наличии подключения к интернету. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления, и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. К сожалению, для настольных компьютеров вариантов определения песен по их звучанию не так много. Раньше в Windows Store было доступно приложение Shazam для ПК, но сейчас оно оттуда удалено. Также было множество программ для распознавания музыки для компьютера на Windows. Но большинство из них уже не работают, а некоторые предназначены только для чтения и редактирования тегов. И их работа меня не убедила. На этом все. Думаю, описанных способов будет достаточно для распознавания вами музыки. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.